Война в Украине, которая продолжается почти два года. Беженцы и мигранты, отчаянно пытающиеся попасть на европейский континент. Выборы президентов США, которые могут закончиться возвращением Дональда Трампа в Белый дом. Это лишь некоторые из многочисленных проблем, с которыми ЕС столкнется в этом году. Важно, чтобы у нас был сильный Европейский Союз, особенно в этом новом мире, где есть место конфликта. Мы должны выступать единым фронтом. По всей Европе граждане говорят нам, что они хотят, чтобы Европа была более социально направленной. Климатический кризис – это самая большая проблема. Мы находимся в Европейском парламенте, где законодатели готовятся к бурному году. Все они избираются непосредственно гражданами ЕС. И в 2024 году эти граждане придут на избирательные участки и определят будущий состав парламента. Ожидается, что такие вопросы, как миграция и переход на зеленую энергетику, будут доминировать в избирательной кампании. И многие здесь опасаются, что правые популисты в Европе могут добиться успеха на выборах. Мы знаем, что крайние правые не хотят заниматься вопросами климата, перехода на зеленую энергетику. В то же время наблюдается черная полоса в отношении прав женщин, прав меньшинств и прав человека в целом. И это то, что я считаю очень страшным. Я думаю, что это будет крупная битва. Речь идет о либеральных демократиях против автократии и популизма. ЕС не уклоняется от сражений, будь то споры о бюджете или верховенстве закона в странах-членах. Недавно Венгрия наложила вето на долгосрочную финансовую помощь для Украины. Произойдет ли ослабление единства Европы в 2024 году, когда речь зайдет о поддержке Киева? Вовсе нет, считает аналитик Якоб Киркегард. Он считает, что за исключением Венгрии члены ЕС останутся едины. Я думаю, что есть четкое понимание среди политического руководства, а также среди обычных европейцев, если посмотреть на опросы, что это экзистенциально важная борьба для Европы. Но поддерживать борьбу Украины за свое существование станет сложнее без союзника в Белом доме, если Дональд Трамп вернется на пост президента США. В прошлом он уже намеревался выйти из НАТО, а теперь вообще обещает заключить сделку с Россией. Перспектива, которая приводит в смятение Европы. Я думаю, что Европа должна взять на себя больше ответственности за саму себя. Мы не можем оставаться в свободном падении, возможно, это не самое верное слово, или, по крайней мере, полагаться на американские гарантии безопасности. Европейские политики готовятся к году полному вызовов. Вызовов, которые, как они надеются, ЕС сможет преодолеть. И, возможно, стать еще сильнее, чем прежде. Продолжение следует...